Ёлку с ног зелёных свечек, ног зелёный пол, и зелёный кит кузнечик, песенку зовёт. Неровные ритмы, импровизация и непередаваемая атмосфера духовной свободы. Джаз, зародившийся в африканских племенах, много лет назад стал настолько популярен, что глубоко проник в новый свет и полюбился людьми из разных культур и сфер деятельности. Импульсивный, энергичный, интересный, отдыхаешь на нём, он заводит, вообще заражает жизнью. Фестиваль «Музыкальный калаш» проходит с 2000 года при поддержке Департамента культуры и молодёжной политики Самары. Юные музыканты в первую очередь должны овладеть основами академического искусства, и уже на базе этих знаний учиться импровизировать. Говоря о будущем российского джаза, специалисты уверяют, у нас есть всё необходимое, чтобы эти дети стали достойными джазовыми музыкантами. У нас большое количество великолепных джазовых исполнителей в стране. У нас последнее, скажем так, десятилетие уже стало серьёзно развиваться, и, собственно, процесс профессионального преподавания джаза, поэтому перспективы самые радужные у нас в России. В этом году в городском конкурсе приняли участие 300 человек. После отборочного этапа лучше отправиться на Большой Всероссийский детско-юношеский фестиваль джазового музицирования, который состоится 26 марта. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События.